Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А вот та изюминка, за что мы и полюбили Кишимото Та стратегия, скажем так, битвы Когда два шиноби дерутся, используют какие-то техники Сейчас её нету То есть сейчас просто мы видим, как Весь батл идёт на масштаб Появил какое-то растение с четырьмя кружками Да, по-моему, Кишимото сейчас... Хотя нет, Кишимото оби-то любят кружки чёрные Если вы понимаете, о чём я Ну, собственно, ладно, всё, всё, надо закрывать эту тему Думаешь, этой улыбкой ты загладишь свою вину По отсутствию выпусков несколько недель? Ну, признаешься, да, я планировал Перейдём к следующей теме Следующая тема у нас... Конечно, вы не можете забыть Крутую фишку оби-то Что он может блочить любой ниндзюцу Что нам это даёт? Ну, прежде всего, это даёт, что Каги, если раньше они были мега-крутые пацаны Которых нереально было завалить И которые всё равно отрегенятся Которые могли нападать на оби-то сколько угодно То теперь Кишимото нам их приравнял уже К стандартным юнитам Что они тоже смертны Что они не могут безнаказанно уйти Безнаказанно атаковать Что ещё стоит сказать Так как ниндзюцы теперь на оби-то не действуют Естественно, у меня в голове появился кто? Конечно же, толстобролик Ну, я имею в виду и учителя, и ученика Потому что они, в принципе, используют айдзюцу Ну, просто представьте То есть они нападают И они по ним просто бы, наверное, в мясо его попобили Я не знаю, Кишимото покажет нам это или нет Ну, конечно, хотелось бы увидеть Как великий Кай-сенсей Делает свои великие комбо на оби-то Не знаю, конечно, вряд ли нам Кишимото Покажет, потому что это всё-таки финальный босс Всё-таки Наруто, Саски И они должны его звали Вот Да, кстати, в последней главе нам как раз показали Двух толстобровиков Что они там стоят Получили тоже чакру Вот, надеюсь, что какая-то всё-таки с ней будет движуха И что нам покажут Ну, хотя бы парочку ударов Как они наносят по оби-то Ты молодец Я знаю Следующий важный момент Которому я хочу уделить особое время Это взаимодействие Наруто и Саски Если мы, допустим, возьмём первый сезон Ну, вы сейчас поймёте, почему я беру первый сезон Потому что только там они, в принципе, делали какие-то Ну, дрались вместе бок о бок А во втором сезоне там Они вообще по разные стороны баррикад были И вот только сейчас мы их увидели вместе По факту вот только сейчас мы видим Как они вдвоём взаимодействуют Делают ультимые техники совместные Что касается прошлого сезона Первого Там нам всё-таки показывали их какие-то тёрки А тут они понимают друг друга вообще с полуслова Сразу уезжают всё То есть вообще всё шикарно у них Пока всё как прям по маслу Ещё один момент Интересный момент Это юмор Потому что юмор сейчас Кишимото нам делает точно такой же Какой был и в первом сезоне Что именно? Он показывает непомерную тупость Наруто И, скажем так Умный, пофигистический вид Саски И, в принципе, вот шутки между ними Завязаны на вот этих двух качествах Также, что ещё стоит сказать по поводу юмора В принципе, интересная фишка Если раньше Кишимото В принципе, в первом сезоне Он любил давать какие-то такие Пошлые шутки Или какие-то надуманные шутки А сейчас Ближе вот сейчас, скажем так, к концу Он даёт такой Как бы сказать, не тонкий юмор А ситуационный юмор Когда всё завязано на ситуации То есть, когда, допустим Какой-то персонаж там или тупит Или когда идёт Сдвиг, грубо говоря, там Одного характера и второго И именно это естественно получается То есть, как, грубо говоря Вот этот персонаж ведёт себя Вот в этой данной ситуации То есть, это естественный получается юмор Который ненадумный Который очень органично ложится И который очень хорошо разбавляет Серьёзную атмосферу Которая, собственно, сейчас у нас И просто накаливается Накаливается и накаливается Ты молодец Хватит меня хвалить Я знаю, что я молодец И следующий интересный такой пунктик Маленький Это ограничение призыва Если раньше нам просто показывали Как эпичные Шиноби призывают Не менее эпичное существо Размером там С 15-этажное здание Вот Ну и говорили Всё, он как бы призвал И отлично Существо дерётся То есть, сейчас нам показали Что это существо У него есть запас чакры Я не помню лично По-моему В прошлом такого не было И нам ещё не говорили Что у существа есть призыв По ограничению чакры Вот То сейчас нам как бы сказали Вот, есть чёткое время Вот, грубо говоря Этой лягушке выдали там 50 галлонов чакры Она их израсходовала И она Скажем так Телепортится опять к себе В прекрасный мир Где течёт масло Вот Ну Чё тут смешного Я сказал Где течёт масло По-моему Ничего смешного нету Да всё Хватит мне снимать Я всё уже сказал Что хотел Эпичный кадр на глаз О, да И следующий момент Это взаимодействие Обита и Минато Конкретно их Потому что в их разговоре Прослеживается Скажем так Прошлое подоплёка Они Когда говорят Они используют Свой старый конфликт Тот, что Минато Не смог спасти Рин Что Он не смог уберечь Собственно Самого Обита От Похода по дурной дорожке И Естественно Минато себя калит за это Минато понимает Что Он виноват Что если бы он Уследил бы получше Если бы он Участвовал Не там в батле Не на правом фланге А на левом месте Собита То Возможно Сейчас бы не было бы Обита Такого как мы его знаем Обита был бы Аля какаша Добрый, хороший Тушистый И С белыми волосами Ну я имею ввиду Посидел там Ладно Не важно Я выдаюсь уже в подробности В общем Вот это взаимодействие Оно интересно Потому что Они не просто перекликаются Они не просто тявкают Мы видим Что один герой сожалеет Другой Просто ненавидит Все и вся И вот они Между собой взаимодействуют Они Чего-то я уже Оранжмен постарел Да Постарел Следующая тема Следующая тема Все я перезарядил батарейки И готов продолжать дальше По поводу режима отшельника Что интересно Что обычно Если берут Такую стандартную мангу То у героя Есть несколько режимов Естественно И каждый новый режим Он лучше предыдущего Вот То же самое Я в принципе думал Что будет и у Наруто Что режим отшельника Его выкинут просто в помойку И он Ну он просто будет не нужен Потому что есть режим Лиса Но Кишимот Очень грамотно делает И он нам показывает Что режим отшельника Он актуален Он крутой Он интересный Если помните Когда Саска увидел этот режим Он вообще Ооо Что это такое Что это за техника Вот И Наруто похвастался Сделал это Сам сказал Что очень рад Что выучил этот режим Вот Ну короче Вот главный плюс Именно Кишимот Что он показывает Что старый режим Он до сих пор актуален И он до сих пор крут Стилен Ну и так далее Такое еще было Когда Наруто завалил Райкаги Мертвого Он использовал режим отшельника Да Или вообще ничего не использовал Я уже не помню А нет Райкаги Да он использовал по-моему Р режим отшельника Да Вот так вот Сасунхи Он не хотел вас обидеть По поводу Двух чакр Лиса Это конечно Прикольно Креативно Да Немного странно Но Кишимот Это все таки интересно Нам как-то подводит Дает дополнительное усиление Наруто Единственный момент Который не очень понятен Это Сначала я подумал Что Чакра Лиса Которая находится в Минато Она будет злая Вот Но теперь Видимо оказывается Что у них Скажем так Одно сознание У чакры Лиса Которая в Наруто И чакры Лис Которая в Минато У них одно сознание И автоматом Когда Лис Стал добрым у Наруто Он стал добрым и у Минато Видимо как-то оказывается так Потому что они Эта чакра подбадривала Минато Ну в общем Получается как-то так Видимо Вот Что касается Интересный момент Обито сейчас Он очень высокомерный Ну как и все Скажем так Главные злодеи Манги Он очень высокомерный он очень крутой, и он покрыт чем-то белым и летает в воздухе. Вот, он себя ведет очень-очень высокомерно, думает, что все шмакозявки, что он сейчас просто щелкнет пальцем и все уйдут в небытие. Такого обычно не происходит, естественно. Так вот, интересный момент, что обычно такие злодеи, они говорят, что я крут, вы все отстой, я сейчас вас грохну. Но Обита, он в свою очередь сейчас понимает, что не все так, как может показаться на первый взгляд, что да, он крутой, но он не умеет пользоваться как бы вот этими своими спеллами на 100%, что-то он еще не знает, что-то он еще не может полностью контролировать. И он сам для себя даже говорит, что нужно быть аккуратней, иначе сейчас попаду в просак, и потом просто уже не будет второго шанса. Вот это вот очень интересный момент, на мой взгляд. Интересно, также Кишимото нам обозначил телепортацию второго, что сейчас он не может просто нагло телепортироваться в спину и фигачить Обита, потому что Обита просто в конце концов его подловит на этом и уничтожит, так как второй у нас не бессмертный сейчас. Дальше еще интересный момент, это то, что Мадара, он что-то замышляет. Да, это понятно. Но Мадара сейчас ведет себя просто как ребенок, который попал, не знаю, в Эпо-парк, он радуется, орет и просто фигачит первого. То есть получается, если раньше у нас Обита так себя вел, а Мадара был такой крутой мужик, такой рассудительный, то сейчас они просто взяли и поменялись местами. Вот это интересно, как Кишимото играет с характерами. Чувак, я вообще-то все это время был сзади. Ну, отлично, я со спины эпичный. Так, значит, первое, что я хочу сказать, первое, 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 это, естественно же, психологическая составляющая Обита, потому что Обита сейчас ведет себя как такой, скажем так, обозренный ребенок, он просто злится на весь мир, и он параллельно еще засирает, в принципе, всех своих противников. Какаши, Наруто, Минато. Причем он засирает их не просто, а реально по делу, что самое-то интересное. Вот, и второй момент, обычно, когда нам показывают каких-нибудь крутых злодеев, они переходят в новый режим, и они, естественно, сразу же используют какие-то новые техники. Но что нам показывает Обита? Он тоже юзает новые техники, причем техники, которые, по идее, используют мудрец шести путей, но... У вас еще не кружится голова? Ну, ладно, продолжим. Но, 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 какое но? Перед смертью, по идее, Мадара сказал, что я научу тебя техникам мудреца шести путей. То есть, логично, он научил его техникам, теперь, там, через много лет Обита получает силу мудреца, и потом, естественно, он юзит эти техники. Да, это, конечно, немного странно, научить техникой, которую, ну, ты физически не можешь сделать, но которую ты потом только через много-много лет можешь сделать. Вот, ну, в принципе, хотя бы какая-то логика есть, и я лично рад. Чего ты и так эпично стоишь? Ты не видел, что я делал, пока ты говорил. А теперь представьте, что это недовольный фанат Орэнч Мэна, ну, и, в принципе, недовольный человек, который не любит Орэнч Мэну, ну, а я, естественно, Орэнч Мэн. Так вот, знаете, что я с этим могу сделать? Я просто делаю так. Надеюсь, что это выглядело эпично, потому что я хотел передать весь Эпик. Ну, вы поняли, да? Это такая аллегория тонкая была. Хотя, впрочем, что я объясняю? Так, значит, интересный момент. У Наруто, хотя, сказать, завтра будет день рождения, но нет. Ну, технически, да, это завтра для мангаки. Значит, у Наруто скоро будет день рождения, сказали, что будет завтра. Получается, ну, грубо представим, допустим, Наруто вот за этот день справляется со всем злом, он все побеждает, отлично, наступает завтра, у него день рождения, и ему говорят, о, чувак, поздравляю тебя с днюхой, даю тебе титул Каги, и все счастливы. Вот, ну, и, в принципе, вы понимаете, что это уже, получается, какой-то финал, что Кишимото нам рассказывает финал истории. Вот, ну, в общем, вот, собственно, вот с этим маленьким днем рождения можно вывести очень-очень интересную-интересную историю. Ахаха, привет. Сдыхаюсь уже от этой маски. Вот, очень интересную историю. Ну, естественно, я надеюсь, что Кишимото не будет это делать, что он так поверхностно это скажет, и что будет еще долго нас радовать интересными, крутыми главами. Ну, и, в принципе, новыми сюжетными поворотами, новыми арками, и, в общем, будет работать, не покладая рук, я сказать, для скачания веков, ну, естественно, долго, просто долго. Да, и, напоминаю, этот недовольный фанаток. Ну, и, в принципе, я могу даже делать так. А знаете, почему Киши не сделает днюху Наруто в манге? Потому что тогда Наруто придется пригласить всю армию к себе домой. А, кстати, да. Сколько же он денег просрёт? А представь, если в клуб будет звать, это же... Я даже не хочу об этом думать. Он пихнет их в свой внутренний мир. Летку лис. Да-да-да. Освещение как раз подходит для тусовки. И вода подходит. Может закончить. О, и там вода, короче, была, она булькала, как будто это шампанское было. То есть, прям пить можно из-под ног. Тема запрец. Ладно, давай вернемся. Тема запрец. Да-да. И ещё один интересный момент, это то, что Обита, по факту, сейчас дерётся, в принципе, как Гара. Он сейчас непобедим, он сейчас мега-крутой, валится вот этой чёрной фигнёй, он и атакует, и защищается. Ну, просто как маленький интересный момент. А вот, что действительно меня напрягло, так это то, что, когда... Папаня, Наруто и сам Наруто стукнулись кулачками, передали эту другую чакру, то они... Ну, в общем, они не убили привод. Потому что они сделали это, в принципе, только сейчас. Хотя, представьте, если бы они это делали в самом начале, они просто вот усилили бы быстренько себя, и всё, стали мега-крутыми, мега-эпичными, сразу в бой. Так нет, они подумали, они подумали. Прошло там, хрен-то не знаю, сколько времени, и только потом решили это сделать. Но, по-моему, это маразм. Ты свяживаешься с Кишмот? Нет, я против Шугола. После Хорриншмена? Интересный момент был, когда Саски захотел спасти Наруто. К нему прибегает Джуга, говорит, что давай делай технику призыва, и нас телепортят отсюда. Ну, собственно, как он сделал, когда великий, ужасный, да и даром пытался взорвать всё на свете. Не буду повторять, я думаю, вы все крутые. И правные, и девушки, и, естественно, это помните. Вот. И что Саски сказал? Он говорит, сейчас, да, мы, короче, захватим тебя, Джуга, Наруто, меня, и мы свалим отсюда. Как бы, на мой взгляд, он тут привил какую-то свою человечность, хотя, естественно, можно это тактовать по-разному, можно сказать, что он никогда не изменился, что он хочет Наруто, скажем так, сохранить Наруто жизнь, только для того, чтобы его потом уничтожить. Вот. Но, на мой взгляд, всё-таки он как-то стал более человечным. Вот. Ещё момент. Значит, вот по поводу этой чакры. Если присмотреться, то чакру раньше Кишимото, я имею в виду чакру, которая обволакивает Шиноби, чакру раньше он рисовал немного по-другому. Здесь она более такая, как бы расходится, прям вот линиями, прям расходится, расходится конкретно. Как будто людей просто распирает от этой чакры, как будто они... Это, похоже, было нарисовано, когда Райкаги использует вот своё электричество, как будто его просто вот распирает от этого электричества, оно прям искрится повсюду. Вот то же самое, собственно, с этой чакрой было. Но такой маленький, интересный, тонкий момент, я думаю, что просто не все его заметили, но я о нём хотелось бы сказать. Ну и последний маленький пункт, когда показали нам Восьмихвост, что у него тоже есть эта чакра Наруто, ну, согласитесь, немного бредово, всё-таки Восьмихвост у него там и так своей чакры, наверное, хватает. А тут нам ещё показывают, что он... Ну, короче, вот вы поняли, да, немного таким бреда попахивает. Ну, собственно, вот, в принципе, и всё. Вот весь выпуск. И вот последний выпуск. Надеюсь, он вам понравился, ставьте лайк. Единственный момент, который я хочу сказать. Я давно обещал, что добавлю фотки, которые мне присылают с одеждой. Ну, вот, собственно, фоточки. Можете наблюдать... По-по-по-по-по-по-по-по, что ещё, что ещё. Да, по поводу конкурса. Как я уже говорил, конкурс в чём будет состоять? Там будет одноминутное видео. Я так понимаю, надо будет сделать обзор... Я просто сам ещё до конца все тонкости не знаю, но, насколько я понял, нужно будет сделать обзор на какое-то смешное видео. Поэтому, предлагаю работать в команде. Если у вас есть какое-то прикольное, крутое видео, если вы его нашли на Ютубе, у него мало просмотров, как бы, неважно, вы присылайте мне в личку просто это видео. Ну, снизу подписывайте. Да, единственное, чтобы видео было с Ютуба. Снизу, там, копируйте ссылочку, кидайте мне её и снизу подписывайте. Видео для... Давайте сделаем так, вот. Кидайте ссылочку и снизу пишите то, что это... 100 500. Просто напишите 100 500, и я пойму, о чём идёт речь. Ну, мы с вами, мы с вами на одной волне, поэтому я пойму. Вот. Также, что ещё, да, пока наслаждайтесь картинками. Ну, естественно, пиарить свой магазин одежды я уже не буду. Как я тонко это не пропиарил. Так, да, и пиарить свой, естественно, Инстаграм, который можно увидеть у меня на канале. Там есть ссылочка и не одна. Естественно, я тоже не буду. Что стоит сказать? Огромное вам спасибо. Сколько нас уже? Нас уже там 800, 800, наверное, 50 где-то. Да, извините за ожидание, что столь долго вам пришло ждать, потому что я был ленив или где-то когда-то не смог что-то снять. Ну, думаю, на этом речь стоит закончить. Не знаю. Мам, мне сейчас не очень удобно говорить, я сейчас в маске записываю. Не, не, я просто хотела узнать, но сейчас фильме и буду варить. Да не, 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 мне не надо, спасибо. Давай, пока. Да, пока. А теперь Оранжмен поглотит нас всех. Оранжмен поглотит нас всех.